Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и мы в Казани. В данном видеоблоге мы покажем вам интересные места, наверное, для вас, если вы здесь еще не были. А еще я постараюсь доказать, что в этот город можно не просто ездить отдыхать, а что сюда можно переехать, недорого жить и работать. Поэтому начинаем. И первое место, которое, естественно, все туристы посещают, приезжая в Казань, о котором почти что нет смысла говорить, это... Ну, вы поняли. Ну, аквапарк. Ну, вы поняли. В чем прелесть данного аквапарка, относительно, возможно, других мест, хотя я в них не так часто бываю, это то, что здесь можно взять абонемент на 2 часа, на 4 часа и на весь день. И при этом весь день будет стоить чуть дороже, чем абонемент на 4 часа. И при этом вам дадут бесплатную мороженку, бомбирчик и елочку. Вот, вот, вот здесь она в пакете. Поэтому берите на весь день. Хоть вы там и пробудете, там, 3-4-5 часов, вы зато не будете думать о времени. Это первое место, которое, естественно, как туристу нужно посетить. Ну, одно из первых мест. А сейчас мы пойдем в такое место, которое вряд ли вы найдете на туристических картах, но заслуживает внимания, потому что это еда, а все мы любим есть. И вновь новый ракурс. Запись из Татмака я не делал, потому что, ну, зачем напрягать людей, которые там кушают, и людей, которые продают еду. А на улице около заведения было слишком ветрено, и поэтому я решил сделать данную запись в отеле. Небольшая ремарка. Сейчас мы находимся не в том номере, в который изначально заехали, потому что в нашем номере вдруг перестала течь горячая вода. И в соседнем тоже перестала течь горячая вода. В общем, с грехом пополам мы переселились, и сейчас находимся вот в таком вот... Вот в таком... Вот в таком номере. С такими вот картинами. Ну, что могу вам сказать. Дешевенький отель в самом центре Казани, без возможности горячей воды в некоторых номерах. Ну, такое. Возвращаясь к еде. Татмак. Так, это, как я успел понять, сеть быстрого питания, сеть такого джанг-фуда в Казани, похожая на шаурму, на Макдональдс, и, черт возьми, это вкусно и дешево. Мы взяли всего два блюда, то есть по одному блюду я себе и моя жена, и одно блюдо на двоих. И мы объелись. Мы объелись, до вечера мы ничего больше не ели, и только вот ужинали в заведении ирландский паб, в который, кстати, тоже необходимо вам зайти. Я здесь сейчас ставлю кусочек, как там подаются бургеры. Вот, смотрите. Бургер, сыр, процесс. Прямо как горячий. Вот так. Охеренная же подача, да? Вот, так что туда тоже необходимо будет сходить. В описании к данному ролику будут все геолокации. Но относительно Татмака, что хочется сказать, это сеть именно показания. В каждом пункте готовится определенная их еда, то есть меню, конечно, есть одинаковые позиции, но некоторые разнятся. И вот мы взяли две сборные пиццы, если не ошибаюсь, так они назывались. Цена 78 рублей. Вот сейчас фотография на экране, вы видите, как это выглядит. И второе блюдо, я, к сожалению, не помню, как называется. Если вспомню, сейчас тоже это будет на экране. Стоит 110 рублей, весит 400 грамм, и это круче, чем шаурма по нажористости. По вкусу, ну, это котлета с маринованными огурцами, с сыром, с картофелем фри, все это вот в булочке. Это очень нажористо. Вкус обычный, так же, как и у пиццы, которая охереть какая сырная с грибами, но ты это съедаешь, наедаешься и все. Вот, то есть, я вроде бы мужик, метр восемьдесят два, с большим брюхом, извините меня. Съедаю пиццу, половину вот этого батата, батота, бадына, я не помню, как его зовут, и все, я объедаюсь, и мне хорошо. В общем, относительно еды, в Казани есть где поесть, быстро, вкусно, относительно вечера, вот зашли в ирландский паб Тринити. Вкусное, охеренное вкусное пиво, отличная подача еды, еды много, еда не дешевая, но и недорогая, поэтому есть куда сходить. Ну, а сейчас, на второй наш день, мы отправляемся в храм всех религий, что вы тоже увидите на своих экранах, ну, а также, может быть, еще в какие-нибудь интересные места заглянем. На связи! Ну вот, мы вышли из отеля, прошли самую центральную улицу, но все равно находимся еще в центре города. И вот таким он перед нами предстает. Ну, здесь, видимо, должна быть реставрация, как бы старые фасады домов, но покрашены, покрашены. Замороженные стройки, хоть это и другая, как бы, республика, но все равно это часть Российской Федерации, поэтому часть от больших городов, она все равно сохраняется. При этом, как вы можете посмотреть, судя даже вот по этой раздолбанной дорожке, город достаточно чистый, то есть сами дороги чистые, здесь убрано, здесь почти постоянно кто-то подметает, убирается. Да, есть небольшие места, где скапливаются бычки, в основном это, конечно, у растений и у офисных зданий, но вот посмотрите. Если сравнивать это с городом Нижним Новгородом, например, то небо и земля. Здесь чисто, здесь нет грязи, здесь иногда только лежит снег, и то там, где очень много растений, и вокруг какая-то развальна по типу стройка или заброшки. А это, видимо, какая-то стройка, но не заброшка. Вот так все это и выглядит. Вот так выглядит Казань. Много всяких заведений, где можно попить, поесть, и мало магазинов. В течение 10 минут уже пытаемся найти, где купить сигарет, и что-то как-то пока безуспешно. Хотя город курящий. Повторюсь, бычки можно наблюдать. И вот, соответственно, с учетом того, что это все-таки республика Татарстан, что мы можем здесь видеть? Одна архитектурная часть встречается с другой архитектурной частью. Здесь у нас просто стандартный дом, который вы можете и в других городах увидеть. Тут купол. Как-то так. Ладно, будем продолжать искать сигареты, направляться к храму всех религий. На связи. Ну что ж, вот мы и доехали до храма всех религий, или Вселенский храм, который вы сейчас... часть которого вы видите за моей спиной. Вообще, он начал состроиться в 90-е годы местным художником, архитектором, судя по всему. И вначале здесь находился его домик. Рядом, рядом здесь везде частный сектор. То есть, ну, просто такой энтузиаст. И если вы пройдете вокруг храма, посмотрите на таблички, которые здесь висят, то приходит понимание, что данный храм, он строится также еще как бы на ваши деньги. Если вы желаете внести свои денежные средства на подстройку храма, вы просто вносите такую дань, и храм продолжает строиться. Ну и вот мы сейчас прогулялись, посмотрели, храм действительно продолжает строиться. Здесь есть ремонтные работы, есть возведение новых конструкций. Ну и как бы Вселенная, она большая и бесконечная. Видимо, храм будет расстаться до бесконечности. Чего относительно даже хотелось бы, потому что искусство, оно должно быть везде. Ну давайте продолжим наше гуляние по республике Татарстан. Вообще, если углубиться в дворик храма, то, ну помимо опять же икон, мы обнаружим все-таки разруху. И скорее всего, это не из-за того, что все-таки строятся новые строения, а из-за того, что сам художник, сам архитектор, он умер. И, видимо, видимо, город, государство не особо желает выделять деньги на постройки. И вот что мы имеем. То есть, вот даже на примере данного идичка, да, видите, это просто реставрация, которая застопорилась. И вряд ли мы увидим новые строения. Хотелось бы, конечно, да, чтобы вот эта вся вселенная, искусство, она разрасталась. Но здесь сейчас идет стопорняк. Хотя, возможно, вот это как раз и будет новым, потому что дерево свежее, и какую-то очередную религию или часть вселенной сюда вставляют. Ну а так все это выглядит немножечко забыто. Вот есть снег, под ногами грязь. Печально, что к памятникам искусства, а это все-таки, ну, лет через 50, если это все останется, можно будет назвать памятником искусства, нету пристального внимания. То есть, да, вот мы об этом знаем, мы сюда приехали, мы на это посмотрели. Но, судя по всему, сюда приезжают просто посмотреть. Власти зарабатывают небольшие деньги на сувениров, которые здесь продают. И процентов, может быть, 5-10 из них идет на реставрацию, если вообще что-то идет. Может быть, конечно, и жители помогают. Ну, не знаю, выглядит все это так. Это интересно, это красиво, но это умирает, как и... Спасибо за то, что помогаете снимать мне блог, РЖД. Вот вам за это реклама. Ну, посмотрите, здесь даже сфинксы есть. В общем, давайте распространять это видео, чтобы власти увидели, что есть вообще предметы искусства, которые необходимо сохранять и преувеличивать, масштабировать их. Как-то так. Ладно. Путешествие по Татарстану продолжается. Не мог я пройти мимо двора храма, но он у нас закрыт, и если посмотреть в щель, то мы увидим там полнейшую, к сожалению, разруху. Вам этого сейчас будет вряд ли видно, но я прикреплю фотографию, где, возможно, будет видно состояние двора. Не особо приятно, что забросили. Вы видите, строительный мусор. Может, реставрируют, а может, и забросили. Это как в жизни. Каждый шаг делаешь вперед и разочаровываешься. И вроде красиво, вроде все хорошо, но начинаешь задумываться о том, что, ну, а почему в таком состоянии? И вот к чему мы приходим. Вы что не забросили, ты меня выдавайте. Так, мне говорят, что не забросили. Там все оптимально строится. То есть, если вы чего-то не видите, наверняка на эту... Ну, я для этого и снимаю, да. Вот, то есть, говорят, что там все-таки идут работы. Получается, этот строительный мусор здесь не просто так. Ну, будем надеяться, что это действительно так. Может быть, через полгодика или годик приедем, дабы освежить в памяти то, что мы увидели, и дабы, в принципе, посмотреть на процессы, которые произошли. Будем надеяться, что все хорошо. Будет хорошо. Будем надеяться, что все хорошо. Будем надеяться, что все хорошо. Вечерело, мы вернулись в центр, в Кремль. Вечерело, мы вернулись в Кремль. Ну вот мы и прогулялись по Кремлю, Казани вместе с вами. Здесь не так много места, как в Кремле, в Московском, в Нижегородском, но здесь все очень чисто, очень чисто. Здесь они заботятся. Да, травка пока еще не везде, но чистота везде. Все здания, даже не исторические, они аккуратные и красивые. Ну и сама мечеть, это, конечно, монумент, вам моя женщина, это красиво. Не важно, какой вы религии, это объект архитектуры, и это хороший, красивый объект архитектуры. Ну что ж, день подходит к концу. Прогулка удалась, я надеюсь, данное видео тоже удалось, хотя оно еще не заканчивается, потому что есть еще что показать. Есть еще места, которые нужно посетить. Поэтому вы продолжайте смотреть, я продолжаю шагать. Ах, как раз. Субтитры делал DimaTorzok Казань, ночь Рыжкины вышли из бара, дабы найти себе что-нибудь перекусить под вино, которое будут распивать в номере Милчик проверяет данные по Дубльгиз А вот так вот выглядит ночная Казань Тихо, спокойно Час ночи, все Опять же центральная улица Народу нет Никого нет Только тени от зданий, от людей бегущих куда-то Ну что ж, видимо увидимся в номере А может и не в номере А может и на улице Фиг знает, как жизнь повернется Не переключаемся Ну что ж, вот мы и добрались до нашего отеля Теперь располагаемся Пьем вино Сухое, российское Массандра А чего бы нет И сейчас хотелось бы сказать пару слов все-таки об отеле, в котором мы остановились Это мини-отель на профсоюзной Как раз в пяти минутах ходьбы от центральной улицы Баумана В чем суть данного отеля Как я говорил, что здесь была проблема с горячей водой Плюс сейчас были обнаружены мокрицы в ванной комнате Ну а также, чтобы попасть в этот отель ночью А мы пришли сюда в час ночи Нужно преодолеть забор, который закрывается старым дядей-сторожем Потому что здесь ведутся рядом какие-то ремонтные работы Ну и входная дверь в сам отель тоже закрыт То есть нужно звонить и вызывать обслуживающий персонал Что отнимает время Да и в принципе это показывает уровень, что не заботятся о постояльцах Вердикт Отель дешевый Не выбирайте его Если хотите сэкономить, не выбирайте данный отель Лучше ищите какие-нибудь новые хостелы Пусть даже там будет душ на этаже Но как показывает практика Большинство новых хостелов срабатывают лучше, чем мини-отельчики Потому что им интересен трафик Им интересны отзывы И им интересно, чтобы люди их посещали Ну на этом наш день заканчивается Но видео нет Будет естественное продолжение Поэтому пока что не переключайте, не досмотрите Все-таки до конца И параллельно поставьте на паузу И подпишитесь на канал Поставили? Подписались? Молодцы Ну в общем за вас Дальше будет интересней А может нет Хер знает Чинь-чинь И так вот настал третий наш день в Казани Последний день И добрались еще до одного места Которое стоит посетить Это ЗАГС Вот эта вот чаша любви и верности Или пепельница бракосочетания Сюда тоже можно приехать Стоит это все на реке То есть вид красивый Можете просто погулять Посмотреть на данную чашу На дракончиков, которые рядом стоят Ну и провести время И обратите внимание Как и во всей Казани опять же Мусорки И сделаны хорошо За заграждением Аккуратненько За кирпичным Не за пластиковым Отдельно стоят То есть урбанист Будет рад увидеть это Вот Ну что ж Давайте прогуляемся вокруг И потом колесо обозрения Небольшая ремарка Относительно того Как можно добраться До данного объекта Ну соответственно Можно и на метро Можно и на автобусе А вообще ремарка Относительно автобусов Здесь в Казани Все очень хорошо с автобусами В том плане Что их много ходит Часто И на каждом автобусе Большой знак Сбоку И показан так же маршрут То есть если вот Вы даже приехали в город Вы ни хера не знаете Как куда попасть Просто стоите Автобус подходит Ждет он на остановке Достаточно долго И вы можете прям Весь маршрут Посмотреть Непосредственно На самом автобусе Не заходя Не спрашивая Никого не отвлекая То есть Сделано для людей Опять же Казань Город В котором Сделано все для людей Поэтому Ехать сюда На выходные Отдыхать На пару дней На недельку Очень даже Нужно Стоит посмотреть Вдохнуть Этой культуры Чистоты Ну и Интересностей Но относительно того Как здесь жить И возможно работать Это я вам расскажу Как обещал В начале Данного выпуска Расскажу Под самый конец Пока мы все-таки Ходим и смотрим Достопримечательности Данного города И еще Еще одно Небольшое Дополнение За 100 рублей Вы можете Подняться На 8 этаж И окажетесь На смотровой Площадке Данного ЗАГСа Вот Вот С такими Окнами Для просмотра С такими Женщинами Да И так же Можно будет Подняться Еще выше И увидеть Всю Казань Ребята За 100 рублей И вот она Вся Казань Выся Вот Так Да Ну что Для нас Прошло Буквально Полчаса Час Для вас Вообще Всего Пару секунд И Вот мы На колесе Обозрения Около Квапарка Ривьера И около Отеля Ривьера Сейчас Поднимемся Ну и Будем вместе Смотреть На виды Дневной Казани Ну вот и все Заканчивается наш Последний день Пребывания В Казани Все основные места Которые посещали Сами Которые Возможно Стоит посетить Вам Мы вам показали Относительно Вопроса Работы И жилья Здесь Это уже Будет Потом Когда мы Сядем В поезд Приедем В Нижний Новгород И я Сделаю Сделаю Какой-то Итог Ну А на этом Мы еще Не прощаемся С Казани Ну а вы С ней Прощайтесь Ночь Вокзал 40 минут До отправления Домой В Нижний Новгород Просто Хотелось Показать Как выглядит Ночью Вокзал В Казани Ничего Информативного Вот вокзал Вот Транспортно Пересадочный Терминал Все Ну и Как бы Площадь Перед ним Чтобы людям Было где Гулять И ожидать Свои поезда Маленький Кстати Вокзал Внутри С ужасными Платными Туалетами За 20 рублей С камерами Хранения С маленькими Комнатками Ожидания Поэтому Видимо Для этого и был Построен парк Чтобы здесь Ожидать И Ну я не думаю Чтобы справлять Нужно здесь Потому что Это было бы Совсем печально Хотя Я думаю Такие уникумы Найдутся Да в любом Городе найдутся Как-то так Все это Выглядит Ночью Ну и Соответственно Привокзальное Строительство Тут уже Казань Выглядит Как Самый Обычный Город России С населением Ну Более Трехсот Наверное Тысяч Человек Вот так Вот Ну что ж Вот мы Вернулись В Нижний Новгород И Как и Обещал Подвожу Итоги Касательно Возможного Переезда Вами В Казань Если вы Молодая Например Пара То Переехать В Казань Очень Даже Можно Потому что Поизучав Съем Недвижимости В среднем Вы будете Тратить Порядка 14-15 Тысяч Рублей За Однокомнатную Квартиру Это естественно Без учета Коммуналки Но Прибавляйте Сюда Еще 2-3 Тысячи Рублей То есть Максимум У вас Будет Выходить Где-то 17-18 Тысяч Относительно Работы Если вы Туда Переезжаете Даже Начинающим Специалистам Средняя Зарплата Средний Скоро Чек От работодателя Будет Выходить Примерно 25 Ну Минус Налогообложения Порядка 22-х С копейками Вы будете Получать На руки Если У вас Два Человека То В итоге У вас Получается Порядка 45-ти Тысяч Рублей На руки На двоих Минус 18-ти Тысяч Непосредственного Квартира И все Остальное Вы можете Как раз Спускать На еду У вас Также Останется И на бар И даже Вы сможете Откладывать На какую-нибудь Средненькую Турцию Чтобы туда Раз в полгода Летать И отдыхать То есть В принципе Город Хоть и столица Республики Татарстан Она Эта столица Не такая Дорогая В плане Жилья Относительно Рабочих мест Но Смотрите Даже Открывая Первую страницу Хэдхантера Айти Специалист 40-ка Тысяч Техник Секретарь 20-ти Оператор 1-с От 20-ти Кладощик От 27-ти Массажист От 30-ти Менеджер По автоум Продажам От 15-ти Аж до 100-ти Рублей То есть Как вы понимаете Разные профессии Требуются в городе Работа Есть Где снять Жилье Есть И не так Дорого Ну Если сравниваем С другой столицей В Москве 14-ти Камон Ребята На этом Данный выпуск Я подвожу К концу Надеюсь Данное путешествие Вам понравилось Нам оно точно Понравилось И Я надеюсь Что если вы не были В этом городе Вы туда приедете Чтобы отдохнуть И впитать Чего-то нового И в принципе Зарубить себе на носу Что необходимо Куда-то выезжать Выезжать из своей зоны комфорта Выезжать в новые города Страны Чтобы Пробовать Новую эстетику Новые места Кухню Просто окружает вас Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ну а с вами был Если вы всегда Данила Рыжкин Самый субъективный Бородач На всем ютубе И во всем интернете Всем спасибо Всем dislike Субтитры сделал DimaTorzok